Здравствуйте, в этом видео я расскажу про мониторинг запросов в Яндекс.Вебмастере. Меня зовут Алексей Солток, я SEO-специалист из Амбербурга. Необходимо добавить сайт в Яндекс.Вебмастер для использования мониторинга запросов. Перейти в поисковые запросы, мониторинг запросов. Это бета-версия, поэтому в каких-то сайтах может быть не отображаться. Хотя на большинстве сайтов я это наблюдаю, этот сервис. Здесь можно посмотреть как запросы поисковые, по которым вы ранжируетесь, так и URL. Добавление запросов происходит автоматически, то есть по тем запросам, которые видит поисковая система. Но также можно добавить управление группами. Здесь добавить свои запросы группы и загрузить URL. Мониторинг запросов, соответственно, можно посмотреть клики, показы, позиции, CTR, спрос. Спрос это некий Wordstat только по дням. То есть вы видите реальный спрос по запросу. Можно выбрать регион устройства, с которого посмотрите этот спрос. Также можно фильтровать по каким-то показам, количествам и так далее. Здесь можно сортировать по показам спросу, по тому же побыванию, например. И найти наиболее, с большей частоткой, запросы. Посмотреть там позиции своего сайта, какой там CTR, клики и так далее, показы. Здесь аналогичные по URL. Можно найти информацию, здесь единственное спроса нет. Соответственно, спрос это по запросу на историю. Здесь сумма показов, идет сумма кликов, средняя позиция, средний CTR. Можно посмотреть, найти запросы для конкретного URL. То есть мы можем добавить фильтр, URL, точность западения. Берем какой-то наш URL. И находим все запросы именно конкретного URL. Все это можно выгружать в Excel, здесь сбоку. Что у нас получается еще? Соответственно, мы можем все это выгрузить в Excel. То есть для дальнейшего анализа. Единственное, здесь данные приходят на двое суток позже. То есть здесь с 21 августа по 8 августа. То есть это за 2 недели. И на следующий день вы зайдете, здесь будет плюс 1 день. То есть такая статистика. То есть с 22 по 9. Данные не сохраняют. Яндекс тут не позволяет посмотреть предыдущие архивные данные. Конечно, на серверах у них это все есть, наверное. Но мы можем просто это выгружать и сравнивать с периодами. Для этого я разработал как раз таблицу, которая позволяет сравнить там показы, CTR и так далее. Что нам нужно для использования этой таблицы, это зайти на поисковые запросы. То есть начально можно ничего этого не кликать. То есть мы вот перешли мониторных запросов. Вот запросы. Нажали скачать. У меня уже скачено. Открываем нашу Excel. Дальше переходим на URL. Скачиваем URL, соответственно. То есть у нас есть список URL. Список запросов. То есть представлено это видео в таком виде. То есть тут показы, позиции, спрос, CTR, клики. И дальше пошло там опять показы и так далее. Все это очень неудобно это анализировать руками. То есть нужно какой-то инструмент. Для этого я придумал вот Excel таблицу, которая автоматом все считает и находит точки роста. Ну и какую-то сводную информацию дает об изменении позиций, показателей. А здесь аналогично у нас по URL. В моей таблице есть сводная вкладка лист, где сравниваются URL новые запросы, новые старые и старые запросы. То есть если вы используете какой-то там первый раз, то есть здесь надо очистить, если как, ну то есть вы опять по новой снимаете запросы, то есть это надо будет скопировать и перенести там старую информацию в в вулт URL, там старые запросы в вулт запросы, то есть перенести, чтобы сохранить эти данные. Здесь мы очищаем все старые, старую информацию. То есть удаляем Shift, Ctrl и низ. По запросам аналогично, то есть мы какую-то верхнюю оставляем, главное сохранить формулу первой части. Тоже аналогично удаляем. То есть вот мы почистили URL и запросы. Здесь необходимо получается, мы берем запросы, выделяем первую строчку и Shift, Ctrl, протягивание, скопируем. Переходим в таблицу, запросы, в A1 вставляем. Самоавтоматом формулы считают. Здесь строчку последней протягиваем. Сейчас он все просчитает. Здесь проверяем в самый низ, спустились, смотрим, что все корректно, без лишних данных. Нужно будет проверить формулу, на всякий случай. То есть если у вас там больше 300, например, 300 тысяч запросов. Я ставлю 300, 300 тысяч, как ограничение в формуле. Здесь, соответственно, спрос. То есть нужно, чтобы все корректно посчитало, наша формула. То есть тут не сбились показатели. Можно этого не делать, но главное, чтобы посмотреть, что формулы протянутые. То есть не с первой по десятую, а именно все запросы у вас охвачены. То есть именно проверить. Здесь, соответственно, по запросам. То есть мы ставили, мы видим сумму показов. То есть он посчитал сумму показов. Среднюю позицию я посчитал. Суммарный спрос. Сумма, то есть точность отки за 2 недели. Средний CTR. Сколько всего кликов было. Ранг это логарифмическая форма. То есть он учитывает и показы, и позиции, и спрос, и CTR. То есть чем лучше позиция, больше показов, больше спрос, больше CTR, там кликов, тем выше ранг. То есть можно сортировать, найти вот прям лакомые такие кусочки. Вот. И охват спроса. Охват спроса это, то есть насколько мы у нас показов было, то есть охватили по спросу. То есть мы охватили весь спрос или нет. Если где-то не охватили, то есть вот как точка роста для проработки страниц. То есть это может быть интент не раскрыт, либо там надо расширять количество страниц, либо еще как-то прорабатывать, и так далее. Приоритет. Приоритет это с хождением. То есть мы есть повышающие, то есть по умолчанию 0,6 или 60% то есть стоит приоритет. Если мы приоритетные фразы, мы тут указываем список ключевых слов, по которым мы можем повысить приоритет. То есть указываем коэффициент 10 и более. То есть находит вхождение этих слов и добавляет коэффициент. То есть если встретилось два слова, то есть учитывает коэффициент и этот, и этот. То есть таким образом можно найти наиболее теми нашими важными словами запросы и приоритизировать. То есть можно сортировать там по рангу, по обыванию. Мы видим непосредственно, да, там самые интересные запросы, с максимальным количеством показов, позиций, кликов. То есть вот прям лакомый кусок. Можно по приоритету, то есть отсортировать и найти с наибольшим приоритетом, который содержит больше всего там ключей, да. Охват спроса, то есть мы можем посмотреть, что, то есть, где у нас очень хорошо охват спроса, где не очень хороший. То есть вот там стоит еще проработать, то есть какие-то моменты, то есть охватить. Семантику. То есть это по запросам. То же самое аналогично по урлам. То есть мы копируем, выделяем первую строчку. Если у вас там очень много тысяч этих запросов и урлов, конечно, будет подтупливать немножко, будет большой объем этого файла Excel, но это того стоит. Так, Excel-ку вставляем первую ячейку. Вот он скопировал. Здесь, соответственно, протягиваем все эти данные. Единственное, надо посмотреть, чтобы здесь, если у вас протягивается и уходит дальше, но это просто надо убрать, удалить эти данные. Здесь, соответственно, тоже нужно посмотреть, чтобы нормальная формула была. Когда переносишь, копируешь или вставляешь, она почему-то стирает эту формулу. Это можно, мне кажется, зафиксировать, кстати, да, точно надо. Можно зафиксировать ячейку. Так сделаем. Соответственно, что мы можем еще сделать? Количество показов и количество кликов. Сумма показов, да, получается. Он посчитал сумму всех показов по всем этим урлам. И сумма показов, если здесь по ключам совпадает, значит, вы все правильно сделали. То есть она будет одно и то же. Самая с кликами. Сумма кликов здесь должна быть одинаковая. То есть единственное, по запросам мы получаем еще дополнительно сумма спроса. То есть вот это как раз там частотка за две недели. То есть весь тот трафик, который мы могли бы получить. Вот, все это копируется, переносится. И здесь мы можем видеть сумму показов. Сумму, кстати, сюда вот. Здесь вот урлы переносим. World, урл, я не перенес, по-моему. Вот, переносим. То же самое по запросам. Здесь скопируем. То есть если у нас есть какие-то старые данные, то есть мы ее там уже копировать через неделю, еще раз сняли, то у нас здесь в сводной таблице будет изменение абсолютных значений. То есть насколько это изменилось. И насколько процентнее. Процент здесь считается именно без 100%. То есть именно отклонение процентным соотношением. И то есть мы видим, что охватили мы спрос в нише там 12%. То есть 12,5% от всего спроса у нас показов. А реальный трафик, то есть как бы 0,5%. То есть мы получаем от всего, от всей ниши. Вот. Тут, соответственно, можно играть с этими приоритетами. Сортировать по рангу, по охвату. То есть можно создать какую-то свою форму, которую будет учитывать. И приоритет, и охват спроса, и ранг. То есть и какие-то другие показатели. То есть тут специально еще один столбец, который позволяет добавить свою форму. То есть вот такой вот метод скоринга, грубо говоря. С помощью Яндекса. То есть нам не нужно парсить там 300 тысяч запросов. То есть мы просто выгружаем из нас большой сайт. И находим точки роста, где у нас просадка. Какие страницы там плохо ранжируются. То есть можем там сортировать их. И дальше прорабатывать вот эти странички по семантике. Там можно даже взять url и посмотреть, какие страницы непосредственно нужно стоит проработать. Так. Вот на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем, то есть кому нужна табличка, можете мне написать в Telegram. Единственным условием получения будет, соответственно, подписка на YouTube и на Telegram. То есть подпишитесь, напишите мне, я вам дам таблицу. Дальше можете просто вставлять в несколько кликов, угружать, вставлять, смотреть, анализировать эти данные. То есть какие-то следующие моменты доработаю в этой таблице. То есть вот такой вот нюанс. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok